29 мая на один день спорткомплекс «Лидер» превратился в страну танцев. Вальс, квикстеп, самбо, румба, ча-ча-ча. Все эти спортивные бальные танцы можно было увидеть на межрегиональном турнире «Спортивные надежды Кубани». О волнениях, эмоциях и невероятной пластике движений расскажут Надежда Неткачева и Александр Косицын. Еще до начала турнира на паркете кружились юные танцоры, уже готовые к соревнованиям. В торжественной обстановке открыл межрегиональный турнир «Спортивные надежды Кубани» начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Все те, кто любит этот прекрасный вид спорта, танцевателей, я хочу в первую очередь вас поприветствовать в нашем прекрасном спорткомплексе. А во-вторых, хочу поздравить с открытием этого турнира. Вы знаете, этот турнир у нас уже проводится традиционно, это «Спортивные надежды Кубани». На праздник танца в наш город приехали участники со всего Краснодарского края, а также из Ставрополя, Крыма, Ростовской и Волгоградской областей. И это не случайно, ведь в Славянске-на-Кубани немало чемпионов краевого и российского уровней в этом виде спорта. В Славянске-на-Кубани есть клуб, клуб-академия, который в настоящее время является одним из лидеров в нашей организации. И этот турнир является традиционным, то есть он проводит его не первый год. Вы сами видите, как украшен зал, то есть в принципе все нормы соблюдены, зал яркий, и танцоров хватает на два отделения, на то, чтобы сделать две площадки. То есть по насыщенности и по качеству я считаю, что это один из лучших турниров у нас в крае. 600 спортсменов от 4 до 25 лет разного уровня подготовки, от начинающих до профессиональных танцоров, удивляли жюри и зрителей классическими и современными ПА. Турнир был организован и проведен спортивным танцевальным клубом-академия города Славянска-на-Кубани при поддержке Союза танцевального спорта Кубани. У нас на самом деле очень, скажем такая, постепенная система получения баллов, получения разрядов. И следующий этап – это межрегиональные и российские кубки по системе РТС, где спортсмены попадают в российский рейтинг, потом они по итогам этого рейтинга отбираются в команду от РТС и едут на самый знаменитый, самый старейший турнир вообще в истории бально-спортивных танцев. Это Блэкпул в Англии. Спортивные бальные танцы – это одновременно и спорт, и искусство. На турнире собрались и совсем юные спортсмены. Для многих участников это первые соревнования в их жизни. Я люблю заниматься танцами очень и люблю очень танцевать. Я здесь танцевала, и мне очень нравятся танцы. Я начала ходить с четырех годиков на танцы. И я только четыре годика, пять лет уже поняла, что надо стремиться к лучшему. Мне танцы дают хорошую осанку, позитивность, работу рук, силу, память, резкость и скорость. Спортивные надежды Кубани – один из серьезных конкурсов, поэтому к выступлению в нем спортсмены готовились особенно тщательно. Как и во всех видах спорта, в бальных танцах есть свои лидеры. Но главная цель для каждого – победа, и идут ребята к ней с уверенностью. Как, например, Владислава Васильченко. Несмотря на серьезных и очень сильных соперников, она заняла почетное первое место в категории юниоры. Я была немножко в шоке, потому что это было неожиданно, и я переживала очень сильно. Танцы – это, можно сказать, как творчество и хобби. То есть танцы – это не просто то, что ты пришел и можешь ничего не делать. А танцы – это усердная работа. И чтобы как-то получать от этого по максимуму, нужно стараться и выкладываться на все сто. Глядя на участников турнира, может сложиться впечатление, что научиться танцевать легко и просто. Но за каждым грациозным движением скрывается кропотливая работа, ежедневные тренировки и железная сила воли. По итогам выступлений были определены имена победителей во всех возрастных категориях. Так, спортсмены из клуба «Академия» получили 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Несмотря на то, какое место заняли танцоры, все участники подчеркнули из соревнований что-то свое. Для кого-то это турнирные очки, а для кого-то бесценный опыт больших соревнований, а также стимул для достижения дальнейших побед. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».